Реанимобили новой отделения неурологии отрымала Могилевская больница Беларусь отзначила Головное свято Краины День незалежности святковали у все регионы, каждый город и вёска У Могилевской области урочистости почались на знаковом месте в Буйницком поле Тысячи могилючан пришли ушановать память тех, кто смагался за свободу Беларуси В далеком 1941 году тут, на Буйницком поле, на 23 дни были припынены немецкие дивизии, которые шли на Москву Тут были и первые кроки на шляху до Великой Перамоги Калями Мороялов собрались и граждане, и ветераны Великой Айчинной Зну устрои и бессмаротный полк, те, кто отдал жизнь за нашу свободу Это память о тех героях, которые отдали свои жизни и здоровье, и жизни полностью За то, что мы сегодня так, особенно все наши могилчане жили прекрасно, с поводом, хорошо и независимо ни от кого И всем ветеранам войны и ветеранам труда большое им спасибо, что шли в одну ногу Независимо в какой национальности, друг другу помогали, друг друга уважали, друг друга любили и одержали победу Отдать Данину Паваги и повиншевать ветеранам пришли працонные коллективы, молодь, сотни кветок до опомника Их вели на молчание Мы памятаем их подвиг То, что сделали для нас предыдущие поколения, наши деды, наши прадеды Конечно, молодое поколение сегодня должно помнить Без этого нет будущего у Республики Беларусь Почас урочистостя у людям, які озробили значный уклад у развития Могилевской области Уручили посвечения об занесенню книгу славы Могилевщины Мне хотелось бы, чтобы наша молодежь получала очень хорошее высокое образование И продвигала нашу страну, задача поставлена, превращала нашу страну в IT-страну Завершилось мероприемство выступлениями творчих коллективов и урочистым маршем воинских частей Могилева Кристина Кранкевич, Александр Артемьев, Новина Региона Подарунки из нагоды святого отрмали могилевские медики У могилевской больницы номер один открылось отделение неурологии Треба отзначить, что у названной установки что год проходит лечение коля трех тысяч пациентов этого профиля Передали больнице и три автомобиля худкой допомоги Их не были из-за лигородского бюджета И реанимационный автомобиль с участным обсталеванием от Беларусьбанка Это один из проектов социальной программы «Вектор Добрани», которое реализует Ошадный банк Спецмашины позволят оперативно оказывать медицинскую допомогу пациентам Их подарили могилевской больнице номер один Одной из самых великих медицинских установ в области Это не просто автомобиль сегодня подарен Автомобиль оснащен новейшей аппаратурой медицинской Которая позволит вовремя диагностировать, вовремя оказать Самое главное оказать первую помощь, когда в ней нуждаются Дальше привезут и врачи, медики здесь на месте в стационаре сделают свое дело Важно установить диагноз Важно помочь человеку в определенный период до стационара оказать медицинскую услугу День незалежности Беларуси на Могилёше не означали у кожным кутку У Могилёвих головный пляцок и святочных гуляний устала пешеходная Ленинская Тут ладилась о свято-национальной культуре «Моя родима Беларусь» С белорусскими спевами, с травами, ромесовыми и ведомо сувенирами Делаю такие вот сувениры для иностранцев, для наших белорусов Какие-то небольшие обережки, может быть какие-то символичные наши славянские мотивы Кто желает, мы можем научить Можем научить повышевать украшающими швами Кто захочет крестиком, объяснить как это делается Чтобы не забыть традиции нашего народа белорусского Праздник замечательный, все три дня в таком возбуждении Там нравится все, ходим по выставкам, по концертам Отдыхаем вместе с детьми, с внуками, со всеми Святкование должились целый день и поделились на пляцок и по интересах Например, у сквера 40-го года перемоги для маленьких могилеучан Зладили детячее свято с забавами, конкурсами и подарунками Так что выдатный настрой удалось створить для усих Концерт «Наша земля, наша родимая Беларусь» притягнул марафон Святочных мероприемств, просвеченных Дню Незалежности Республики Беларусь На сцену на площади славы за час концерта «Наша земля, наша родимая Беларусь» вышли у огульной колькости Полтысячи артистов Назлуженный коллектив народных инструментов имя Иванова Великого театра оперы и балета Беларуси Солисты молодежных студий Рады работать для могилевчан, для наших гостей Создавать им хорошее настроение Это наша работа, наш будет подарок могилевчанам Дорогие могилевчане Поздравляю вас с Днем Независимости Добра, покоя, мирного неба И, конечно же, крепкого вам здоровья с праздником! Далее музычную эстафету подхопил гурт «Тяни толкай» С праздником, друзья! Сейчас как раз будем поздравлять Подъезжаем к сцене и поздравим двумя убойными песнями Одна, кстати, премьера будет Спивакам подпевали, купали их у овациях А коли на площади з'явилась российский выканавца Алексей Воробьев Гэта выкликала заправдный ажиэтаж Фанаты спивака скорысталися моментом Рабили селфи и разом подпевали его хиты Насколько гостеприимны здесь люди Это так приятно, когда приезжаешь, ощущение, что ты как будто где-то дома Как будто вот здесь родные твои люди Это безумно приятно Это какая-то вот наша искренняя благодарность за это А далее было более доголовной сцены на кабриолете Подъехал народный артист России Олег Азманов Сегодня для меня и для группы «Эскадрон» большая честь Поздравить вас с Днем Независимости Могилев, выше руки и больше жизни И пусть будет побольше ясых дней Як и не промяну, а значит Олег Азманов Могилевшина для него не чужая земля Это родина моих предков Мои родители родились здесь, в Беларуси Поэтому, конечно, меня многое связывает Мне очень нравится, очень открытый, очень искренний народ С богатой культурой, историей С такими мелодичными песнями С такой природой вообще Замечательная страна С такими дорогами, кстати С такой чистотой Спасибо вам Есть кого брать пример Наталья Ильинич, Виталий Вопсев, Новин Региона Кульминацией свята у Знагоды Дня Незалежности Стала агульная республиканская акция Спеваем гимн разом И она пришла одночасово во всех городах в области 30 тысяч человек По подликах минавитостольки могилючан и гасей города Пришли 3 лепеня на площу славы в Могилеве Кап разом праспевать гимн Республики Беларусь Многие прайшли на площу с семями Людзі розлаго узросту Пляшоу-пляшоу ветераны и молодь Спевать гимн разом У День Незалежности стала традицией Гатая акция Саправдный приклад патриотизма На опошних аккордах гимна Небо над Могилевым Расфарбовали залпы святочного фейерверка Телеканал «Беларусь 4 Могилев» Присвеченные 750 годю Могилева Можно убачить на сайте Телеродой компании Могилеву Татьяна Сергеичек, Наталья Ильинич, Виталья Вопсю, Новина Региона Песни, танцы и новое знайомство В Абруськ так само неколький дён жил у юбилейно-фестивальном ритме Наши вздымочные группы Мкнулися не пропустить Неводный искровый момент Святкованню Коляд 200 артистов За всей планеты Злились Одиным ритмом Беларусь Сегодня фестиваль можно смело назвать уникальным культурным событием Республики Беларусь Абруськ снова на несколько дней станет сердцем неповторимого национального соцветия народа, живущих на четырёх континентах В эти летние дни жители Бабруська и гости города смогут совершить творческие путешествия по странам и континентам Такие яркие образы коллектива у нас в сцене изменяли один-одного Ловные пирожкоды помешут дельниками фестивалю полностью вникли Вянок сплёвло одно сотни талиновитых артистов земли Это прекрасная страна, люди красивые и очень дружелюбные, нам здесь очень комфортно Мой коллектив сюда приезжает уже не первый год, но я здесь впервые Мне очень нравится Бабруськ, здесь не так жарко, как в Турции, но люди согревают своей добротой МИ-2 узнимают небо-флаг Бабруська Урочистости с нагоды 630-годового юбилея Бабруська протягиваются ушанованием гоноровых граждан Не глядячи на пахмурное небо, кожная делегация замежных гостёв Бабруська демонстровала свою яскравую программу Хороший концерт, хороший фестиваль, всё было сделано красиво, всем понравилось, здесь в восторге Ангелина Зикун, Константин Шауцов, новины региона с Бабруська Любовь дародного города у верших и спевых До святкования юбилея Могилёва областного центра Заявилось одразу некольки новых песен про город На площадке зора курочиста узнагородили пераможцев и финалистов Пешего городского творчего конкурса на лепшую песню про Могилёв Признание у любви дародного города гучать со сцены Гэта – подарона к областному центру от Могилёвчан Городский конкурс на лепшую песню про Могилёв ладили у першыню Выник полет от вотшей думки 16 талиновитых Могилёвчан 28 песен про город Хочу поздравить всех авторов, кто принял участие с хорошими песнями Стали вы победители, не стали, не суть важна Важно, что это подвинуло вас открыть что-то в себе Взять вот эту творческую изюминку, которая у вас есть И посвятить её своему родному, любимому городу Пераможцей конкурсу стала песня «Знароджени Могилёв» Поэта Александра Ашлиянкова и композитора Николая Яцкова На ЯЄ авторов натхнил сучасный и пригожий город За последние годы наш город очень изменился Были серые здания, сейчас все разукрашенные, разноцветные Стало намного краше наш город Произошло вот это слияние слов и музыки И плюс хорошее исполнение И вот это, мне кажется, запомнится И вот эта песня наша «Знароджени Могилёв» Мне кажется, будет, я даже уверен в этом, что она будет такой визиткой На дни рождения города Могилёва Песни у всех финалистов конкурсов и кананий могилёвских артистов Угучали на площади зорок И меркуем худко станут добрыми адомами Жахарам областного центра Крыстина Кранкевич, Александр Артемьев, Новины региона У Беларуси проходит международная факельная эстафета «Бег миру» Гэта эстафета сябруства, взаиморазумения и одинства Идея была реализована 30 год тому Организации Объединенных Наций За гэтый час «Бег миру» побывал в каждом кутку планеты Все лета он стартовал у Ирланды и больше двух месяцев тому А финишуя 8 липеня у Минску Подчас вандровки удельники наведуют детячие оздоровленные лагеры Одным из них стал родник в Ушковском районе Дети скоростались омогчимостью докрануться до факелу миру Всегда чувствуешь внутренний подъем И это заразительно, когда недаром же ученые доказали, что мысли материальны И когда мы думаем позитивно, настроены позитивно И несем эту теплую, добрую эмоцию другим людям Они также взамен нам дарят эти теплые, чистые эмоции Что, собственно говоря, от факела из рук руки и передается Холодное и дождливое надворье чекается на этом тыдне По словам синоптиков, летние спеки поколь не прогнозуются Надворье будет вызначаться вильготной, неустойливой поветренной массой с заходу Так, у сирады 5 липеня на большей части территории в области Пройдут дожжи месяцами с навальницами Чекается измацнение ветру 5-10, часом порывы до 14 метров за секунду Температура поветра плюс 17, плюс 19 градусов У четверой пятницы заховается такое же дождливое надворье А далее с ростом атмосферного тиску опадка станет меньше У выходные дожжи пройдут по области местами и будут краткочасовые Однако максимум на вольнице У субботу слупок термометра потиху попаузе вверх У нашей будет плюс 7, плюс 12 У день слупок термометра дотягнется до отзнаки плюс 21 И еще больше интересных новин на нашем сайте tvrmogilio.by А я с вами разведываюсь До встречи Субтитры создавал DimaTorzok